Вот же рады представить гостя нашей студии, письменника-музыканта Степана Чигинцева. Доброго ранку вам, дякую, что вы с нами. Итак, ваша презентация сделала на самом деле большой шум в городе Николаеве, потому что все анонсы делали очень долго, что будет вот такая презентация, а после куча селфи, куча новостных информаций о том, как это все происходило. Ваши впечатления от этой презентации? Что получилось, что не получилось и чего хочется еще? У меня очень положительное впечатление. Хочу сразу поблагодарить всех, кто участвовал в этом вечере, все, кто пришел. Было очень приятно видеть этих людей, много знакомых лиц и тех, кто пришли и в первый раз, кого я видел. Получилось, ну, наверное, большая часть того, что я планировал. А идея была такова, чтобы презентовать свое творчество как писатель и как музыкант. И все это соединить в такое представление, как под импровизационную музыку. Мы читали притчи, как уже изданы фрагменты из книги «Метафизические сказки», так и из новой книги, которая уже сейчас готовится. Мы сегодня также их озвучим. Кстати, то, что еще не вошло никуда и только будет печататься. У вас есть, друзья, возможность, соответственно, это тоже будет услышать. Я предлагаю для начала все-таки услышать несколько притч от вас, но и после уже поговорим, потому что сегодняшняя встреча у нас в эфире будет тоже чем-то похожа на презентацию. Мы соединим и музыкальное творчество, и, соответственно, ваше писательское творчество. Ну что ж, начинаем с притчи. Что это будет за притча? В данной книге собраны две сказки и две небольшие повести. Я зачитаю сейчас отрывки, которые будут показательны этого жанра, что он собой представляет и в каком стиле написано вообще. Ну что, вам тогда в руки книгу и, конечно же, настрой хороший для наших зрителей, чтобы послушать. Да, первый отрывок будет из сказки «Единый дон». Он как раз соответствует утренней передаче. Я сейчас... «Сегодня день волшебства», – объявил Дин, как будто обычно одни были другими. Она взяла кисточку и нарисовала солнышко на синем небе. Когда краска подсохла, Дин написала шариковой ручкой на обороте листка. «Теперь ты подари два солнышка другим людям». Дон и Дин вышли из дома и стали искать жертву. День нужно обязательно начинать с волшебства, доброго дела. Тогда и дальше он весь будет таким же волшебным и добрым. А что может быть добрее, светлее и волшебнее солнышка в небе? Вот его мальчик и девочка и решили подарить людям. Завидев старушку, они радостно к ней подбежали и вручили подарок. Бабушка сначала удивилась, а потом несказанно обрадовалась такому вниманию со стороны детей. Придя домой, она с увлечением нарисовала еще пару солнышек и поспешила во двор к пенсионерам. Там старушка торжественно вручила бесценные подарки своим любимым подружкам. И даже одно солнышко подарила не очень любимой бабе Кате, отчего получила двойную порцию необъяснимого восторга и щемящей радости в груди. Ну и там есть дальше продолжение. Это отрывок, который... На самом деле весьма показательно, что я вот заметил по вашим притчам, весьма в оригинальной форме подаются на самом деле очень простые истины, то есть там подарить улыбку, либо вот как дальше прозвучит притча о школьной жизни. То есть все на самом деле с легкостью и, конечно же, эти сказки, хоть и звучит, что это сказки, и многие подумают, что это для детей, но взрослым тоже будет чему-то там поучиться и почитать будет весьма интересно. Да, вы правы, потому что я изначально писал эти сказки для взрослых и вкладывал туда свой опыт жизненный и то, что я видел, наблюдал из жизни других людей. И в принципе вот в каждом абзаце, в каждом предложении я вкладывал определенную мысль, которая действительно жизненно, действенно, она работает, ее можно применять. Если говорить о героях, которые вот есть в этих притчах, есть в этих сказках, это герои живые, а не николаевцы, или это все-таки что-то выдуманное? Это вымышленные персонажи, это те дети и, скажем, это те взрослые, которые не потеряли ребенка в душе, и каждый из нас является этим персонажем. То есть каждый увидит себя в них. Если мы говорим еще о притчах, есть ли какие-то еще урывки, возможно, показательные, что-то еще? Потому что вот солнце весьма прекрасный урывок, потому что мне на самом деле понравился. Хорошая истина, друзья, третью улыбку с самого утра. Что еще можно зачитать? Да, если можно там поставить отрывок, я наиграл, чтобы это под музыку прочитать. В данном случае вот первая сказка, сказка о чуде. Я хочу сразу отметить, что я пишу в нескольких стилях, и вы сразу сейчас заметите, что будет другой стиль письма, и поэтому оно интересно. В данной сказке повествуется о мальчике, который решил построить дом счастья. Но он был маленький, он не боялся того, что он не сможет, он это начал делать, и вот что дальше произошло. Шел как-то мужичок один, был он великим умельцем молотком махать. Думает, дай чудо помогу, так мальчика звали. Взял досточку и прибил. А мальчонка рад подмоге, улыбается, благодарит. Воротился мужичок домой, счастливый, задумчивый такой, словно детство вспомнил. Ты чего довольный? Спрашивает его баба. Давно такого не бывало. Да чудо помог. Минута дела, а счастье через край, отвечает муж. Загадка, да и только. Чего уж загадка, удивилась старуха. Коли другим помогаешь, и самому легче становится. С той поры нет-нет, а чуток времени уделит мастер чуду. То советом подскажет, то инструментом пользоваться научит. И другие крестьяне с поля вечером идут, да свои пять копеек обязательно вставляют. Все мастера, каждый в своем деле. Кто камни подбирать, кто землю копать. Долго ли коротко стало это общим делом. Вся мужская часть села ударилась в детство, как говорили бабы. Обязательно каждый день, хоть пару минут, но проведут в доме счастье. Так его теперь стали называть. И стали чудеса происходить. Поначалу маленькие, конечно, но люди сразу их приметили. В одной хате муж перестал пить и на бабу кричать. В другой достаток появился. Откуда удача такая, кто разберет. В третьей боли в руках прошли, да ноги исцелились. Одним словом, кто встроил дом, тому в гости счастье само пожаловало. Ну и там есть продолжение, я сделаю интригу. Кстати, если мы говорим о продолжениях и о том, чтобы зрители, соответственно, смогли прочитать, есть ли эти книги в библиотеках Николаева? Да, конечно, можно прийти в любую библиотеку и почитать, либо взять домой. Так что, друзья, у вас есть такая возможность, а не просто так мы делаем интригу, а потом где же его читать дальше? И так, друзья, возвращаемся к вас, как и обещали, будет сегодня Экспромт. Те, кто следует за нашими страничками в социальных сетях, мы говорили, что сегодня с нашим ранковым гостем сделаем аналогички Экспромт. Будем и читать, и в этот же час играть на гитаре, на других инструментах, и импровизировать, то мы, мабуть, начнем. Это будет новая притча, которая выйдет совсем скоро до новой сбірки. Она про школу. А сейчас, видите, запишите домашнее задание. Съесть 100 бананов. У нас скоро контрольное. Но, Марья Ивановна, это же физически невозможно. А чем вы занимались весь год? Нужно было желудок тренировать, растягивать его. У нас еще по кокосоведению задали съесть 40 бананов к пятнице. Марья Ивановна, а меня это не волнует. Скажите, банановедение вам не пригодится в жизни? Родители дома. Почему у тебя двойка по помидору варенью? Я вчера не успел все помидоры съесть. Позоришь нас. И кем ты станешь в жизни? Пап, я хотел лепить бы из снега. Что? Ну, замки всякие, снеговики. И вот позор. Ну, ты же понимаешь, что без аттестата тебе не дать не стать скульптором. Ты должен развивать силу воли, идти смело к цели. Вот сделаешь работу над ошибками, съешь 100 помидоров, тогда и поговорим о скульптуре. А не съешь, пеняй на себя. Дети между собой. Маша, я не понимаю, зачем нам есть только бананов, чтобы научиться их выращивать? Ведь достаточно просто семечко посадить или саженец. И он бы сам рос, только поливай его, люби и не мешай. Все ты ищешь, Ваня, легких путей. Таких не бывает. Но ведь природа не могла так все сложно устроить. Ваня, ты ведь разумный человек. Взрослые знают, что и как нужно делать. Если говорят, что необходимо съесть бананы, чтобы их выращивать, то их надо кушать. И все тут. Умник нашелся. В данной шутке есть, можно от желудок сравнить с памятью, которую в школе стараются основательно наполнить всевозможными знаниями часто к практике, не имеющих никакого отношения. Также нужно учитывать особенности ребенка, его потребности и стремления. Сам я пришел к выводу, что на один грамм знания нужно очень много практики. И не абстрактной, а жизненной. Информация поступает по мере необходимости, как еда поступает в организм, по мере ощущения голода. Вот так, такой получился экспромт. На самом деле, очень классная притча, потому что это болезненная тема для всех детей, для всех родителей, которые сейчас начинают понимать, что да, сколько не нужно информации в школе. И, к счастью, в этом году немного упростили школьную программу. Как вообще рождаются подобные притчи? И долго ли нужно времени? Потому что для каждого автора это что-то свое. Кто-то творит, а кто-то же, как в мастерской, пишет, потом переделывает это много раз, дает читать друзьям, опять-таки переделывает. Как у вас этот процесс происходит? На самом деле, я до последнего не пишу. Этот процесс происходит уже, ну, когда вот просто накипело, или я с кем-то поговорил, и мне надо как-то это выразить наиболее точно, образно, лаконично. Я сажусь и вот практически сразу пишу. На это уходит вот минимум времени. То есть вынашивается все в душе? Да, унашивается, когда уже я чувствую, что вот, ну, не могу мне написать. Я сажусь и пишу. Есть еще одно направление, весьма интересное, потому что в Николаеве я редко где такое видел или встречал. Это вы обучаете взрослых, но и, соответственно, детей технике. Что это за техника? В данном случае это я развиваю несколько лет сочинения на ходу, на любом инструменте. У нас есть барабаны, я так понимаю, сегодня они тоже будут задействовать. Да, это может быть ритмическая, будет римпровизация. Я сейчас просто в детство упал, потому что у меня улыбка на все 32. Можешь попробовать. А я тогда сразу, ты пока попробуй. Тут вся хитрость просто, чтобы оно... Круто, оно звучит, круто. Ритмично. Да, но попытаемся. Можно просто один, ну да, такой раз, три, два и два. А потом пооборот. То есть мантра, мантра происходит. Ну да. Я понял. Что еще за инструмент? Я хочу уже еще это услышать, потом попробую. Это лобфлейтер. Да. Лобфлейтер, в принципе, из всех духовых, наиболее простой инструмент. Здесь, в принципе, каждый может научиться. Ну, конечно, все кажется легко человеку, который уже умеет. Ну, я учился самостоятельно. И, соответственно, как происходит вообще, происходит это обучение? Так же, как вот сейчас у нас в эфире. Хочешь попробовать? И так же в том числе, вообще у меня есть методика, авторская, придуманная, пошаговая. Там 60-е более задание. С первых шагов каждый. С любыми способностями, любого возраста, можно научиться довольно быстро, без нот, понимая музыку, сочинять красивые мелодии с аккомпанементом, в принципе, на любом инструменте. Круто, друзья. Я преподаю. Я хочу все-таки услышать этот звук. Так и под барабан. А, под барабан? Хорошо. Вот так можно бесконечно. Круто. Просто я кайфую от того, я чувствую себя каким-то шаманом, который просто бамкает по барабану. Как долго учились вот этому и, соответственно, мастерству преподавания, потому что нужно все-таки уметь правильно преподнести информацию, ну и, соответственно, в учениках, кто они? Ученики в основном сейчас это взрослые, бывают и пожилые даже люди, дети появляются. Мастерство преподавания, но, если честно, я с детства в себе заметил такой талант, что я могу объяснить любую сложную вещь простым доступным языком. Собственно, может, поэтому я потом начал уже сложные вещи передавать в своих сказках. А учить мне всегда удавалось, научить даже тому, чему не могут люди научиться. Просто, как бы, смотрю с его стороны, чего он не понимает и рассказываю уже его языком. Хорошая, на самом деле, методика, друзья. У нас остается еще несколько минут пообщаться с этим уникальным человеком. Не просто так мы сегодня вас пригласили, потому что День молодежи очень скоро. Мы очень долго думали, кого же пригласить. Вот из представителей молодежи, кто бы реально мог по-молодому круто показать то, что он умеет и чего он достиг. Я думаю, что наши зрители сегодня просто в восторге, как и я от этого инструмента. Я вообще с вами расскажу, еще когда будут новости, я попробую. Я устраиваю джемсейшены на барабанах. Приходите на любых. Есть много ударных интересных инструментов. Это можно в парке собираться, в библиотеке. На афише я вывешиваю вот эти объявления. Присоединяйтесь, звоните. Главное, тут не бояться, не стесняться. Так что, друзья, вы тоже к этому присоединяетесь. Как скоро будет какой-то новый джем, встреча? Ну, мы периодически собираемся раз в несколько дней. Может, даже на этих выходных. И еще раз, где можно это искать? На сайте Афиши Николаева. Так что, друзья, заходите, смотрите, где и когда будет происходить. И вы тоже сможете сделать то, что делаю я. Вам спасибо большое за то, что вы пришли к нам сегодня в гости. Я еще раз нагадую, что у нас сегодня в гостях был письменник, музыкант Степан Чугинцев. Вам дякую за гарный настрой. Ну и, конечно же, желаем его зберегти. И вот такую легкість и позитив, которая у вас есть, чтобы она была с вами по жизни завжди. Хорошего дня!